так выглядит место укуса скорпиона такая крупная дырка остается палец сначала опухает потом немеет потом вот эти ощущения поднимаются выше по руке скорпион ночью залез в карман шортов когда я руку засунул в шорты он меня укусил вот такая припухлость образуется такая вот гадость вот такая гадость вводится в таиланде я хотел сказать это прошло 4 дня после укуса как меня укусил скорпион со мной все хорошо и температуры не было никаких последствий не было вот единственный вкус очень болезненный очень похож на удар молотком по пальцу и после этого если весь день его крапива еще попаривать то есть вот такое ощущение потом к вечеру пошли плавающие такие ощущения по телу как будто такой же укус но где-то за ногу допустим да потом где-то еще на следующий день уже все прошло сейчас на мизинцы уже укуса даже не видно вот единственное что на ноге появилось какое-то пятно с разрушенными сосудами что одно из предположений что яд пошел как бы гулять по сосуду и в ноге внизу остался и там вот эти сосуды получается он разрушил что скорпионы они питаются улитками прокалывают панцирь улитки хвостом впрыскивают туда яд улитка растворяется и вытекает из ракушки такой как уже супчик готовы они укушают то есть у них яд такой получается как растворяющий сейчас я вам покажу ну вот и развернул телефон сейчас покажу что вот пятнышко вот там как погибшие сосуды она появилась прямо где-то на следующий день где-то после укуса у меня здесь есть собой скорпиончики в бутылках показать вам здесь оказалось в таиланде очень много у меня есть еще один здесь другой бутылки вот еще один вот оказалось что скорпионов тянет прямо людям в жилище к одежде особенно их просто манит плетеная вот что не знаю шляпа там что мы в шляпе постоянно их находили мы даже шляпу повешали уже на дерево на ветку он умудрился залезть на дерево и все равно что залез в эту шляпу постоянно то есть что именно они около палатки их тянет почему так палатки что непонятно почему что вроде вот днем их в основном не видно но опять же у палатки что я вот их ловил в основном они под вечер все вылазят поэтому смотрите некая смеры предосторожности такие что на земле получается вот одежду рюкзак везде что рюкзак должен быть закрыт не должно быть карманов открыт одежду лучше вообще не оставлять лучше хотя бы на дерево подвешивать вот если уже оставляли то не лениться все-таки просматривать карманы ну какие то вот там на одежде всякие скрытые места ну что мне кажется залезть он может очень быстро смотрите зверю зверюшки резвый он чем опасен что он сам сам идет прямо нападать то есть вы можете допустим он будет сидеть под листиком вы рядом ногой просто топаете и он воспримет уже это как агрессию выйдет вас укусит у нас вот жену свету мою тоже так укусил просто в кафе она сидела ногой там постукивала из-под бетона вылез такой товарищ укусил ее за ногу просто что он не подозревали ну что не знали что кто это что ну сейчас по укусу поняли что после укуса конечно страшно что что у меня вот который укусил что вот это маленькие скорпионы у меня как назло укусил самый большой который мы здесь видели все знают же что они ядовитые неизвестно я пил кстати антигистаминное на всякий случай чтобы ничего не было а вот этих двух скорпиончиков у меня есть идея посадить вместе посмотреть что они будут делать и снять видео на эту тему что если вам интересно тут на канале на нашем тоже посмотрите что не знаю там драться они будут или сексом заниматься неизвестно посмотрим ну вот вроде вот это я вам хотел рассказать ну а сейчас посмотрите еще видео вот этого скорпиона который меня укусил то есть он мне как только укусил я стал сразу же снимать его потому что ну думал что может врачам придется показывать что за вид там может от него будет особое противоядие нужно просто его снял без комментариев вот посмотрите какой был скорпион всем пока вот И представляете, вот на этом видео он как шел, что я его на пляже из кармана вытряхнул И он вот так вот бежал, бежал на этом видео, вот как вы сейчас видели И в сторону моря, добежал до моря, и его волной смыло и унесло в море И он как появился из ниоткуда, так и исчез никуда, представляете, как вообще интересненько все получилось Вот, ладненько, вроде, вот это хотел вам сказать, пока